Поставить багаж на ленту, пройти через специальную рамку. Теперь тщательная проверка пассажиров перед входом в здание железнодорожного вокзала Сочи – обязательная и уже привычная всем процедура. Сумочку, пожалуйста, на ленту, телефон и сигареты, зажигалку укладываем до рамки. Пока сотрудники вокзала проверяют пассажиров, за процессом наблюдают стражи порядка. Это сотрудники транспортной полиции. Фактически это обычные полицейские, но работают они исключительно на ЖД вокзалах, Вайра и Морпорту. Обеспечивают безопасность и охраняют общественный порядок. На эти стратегические объекты не должны попасть люди со злым умыслом, поэтому проверяют каждого, в том числе смотрят удостоверение личности. В помощь – так называемое устройство поточной проверке документов для поиска людей, находящихся в розыске. Беру паспорт, сканирую. После чего, если человек находится в базе розыска, данный человек, красный, засвечивается внизу, после чего мы не знаем ничего. Кроме этого, сотрудники транспортной полиции обходят перроны, нередко на станциях можно увидеть и кинологов. Эти полицейские сопровождают поезда дальнего следования и осматривают электрички. Они охраняют общественный порядок и на водных магистралях выходят в море. Еще одна большая часть работы – это профилактика. Специалисты рассказывают нарушителям, почему опасно пересекать ЖД пути. Ведь такую дорогу нередко выбирают для себя люди, сокращая путь к морю. В их числе и взрослые, и дети. Помимо этого, мы проводим ночные рейдовые мероприятия по реализации закона Краснодарского края 1539. Буквально вчера вечером при проведении таких мероприятий совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы, уголовного розыска, нами на вокзале Сочи был выявлен несовершеннолетний, который сбежал из дома 1 января из Кемеровской области. Сейчас подросток находится в инфекционной больнице на обследовании и позже будет отправлен домой. А сотрудники транспортной полиции будут продолжать выполнять свой служебный долг. Работы говорят всегда много, ведь по суше, морю и воздуху на отдых в Сочи приезжают тысячи туристов круглый год.